Добрый вечер. Я Алексей. В эфире 53-й выпуск программы «Гербы городов России». Она выходит по выходным. Наш город сегодня – это город Льгов. Предание связывает Льгов с летописным городом Ольгавом, у которого собирались половцы, шедшие к Юрию Долгорукому, стоявшему в глухове. Скорее всего речь идет только о созвучии, но у предания есть и веское подтверждение. Места эти по реке 7, приток Десны, действительно были владениями внука Ярослава Мудрого Олега Святословича. И весьма вероятно существование какого-то поселения, принадлежавшего этому князю и носившего его имя. Если уж в татарское нашествие куда более крупный курск был совершенно разрушен, то небольшое поселение и вовсе исчезло, оставив по себе лишь память. В конце 16 века упоминается городецкое городище. Опять возникает мысль о древнем Ольгове, где татары переправлялись через 7. На городище стояла сторожа, застава, а по реке Рки располагались деревни Рыльского уезда. Опять предания, деревни эти заселялись, как и сам Курск, с ссыльными. И снова подтверждение предания одной из улиц Сильгова носило название Каторжной. На месте же самого города находился Льговский Дмитриевский, или Ольгов, мужской монастырь. Сведения о нем скупы, в 1678 году он был приписан к Спасскому Севскому монастырю, а в 1698 году до издания штата в 1764 год о секуляризации церковных и монастырских земель к Московскому Высокопетровскому монастырю. Как это часто бывало в прошлом, рядом с монастырем появилась слобода, получившая традиционное название – подмонастырная. Эту слободу и павелину было числить уездным городом Льговом при учреждении Курского наместничества. В 1796 году при преобразовании его в губернию Льгов был оставлен за штатом, но вскоре, в 1802 году, восстановлен в правах уездного города. В 1784 году Льгов получил регулярный план, в соответствии с которым городские власти должны были регулировать застройку. Было тогда в городе немногим более трех саджителей. Через половину столетия население увеличилось в четырех раза. Городские доходы едва превышали 3500 рублей, до земли было у города 360 десятин. К началу реформ 1860-х годов, население города выросло еще в два с лишним раза. Примечательно, что каждый пятый горожанин относил себя к старообрядцам. Появились здесь больницы, уездное и приходское училище. Но вот земли у города поубавилось до 210. Жители занимались преимущественно мелким промыслом до перекупка изделий крестьянского труда, своих же ремесленников не было. Семь солотопенных заводов требовали за год 1500 голов скота, вот вся промышленность. К началу 20 века население Льгова составляло 5500 человек. Сейчас в городе около 30 тысяч жителей. Пока в экономике главное место принадлежит пищевой промышленности, крупной сахарной, молочно-консервной заводы, месоптицекомбинат, винодельческий завод. Есть здесь также комбинат строительных материалов, авторемонтный и арматурный. Город занимает исключительно выгодное транспортно-географическое положение в узле важных железных и автомобильных дорог. Благодаря этому он может рассматриваться как один из самых благоприятных пунктов для размещения крупных предприятий тяжелой индустрии. В южной части города находятся три железнодорожные станции, линия на Брянск, Харьков, Курск, Ворожбу. Льгов красиво расположен по обоим берегам Сейма. В левобережье раскинулись большие лесные массивы. Пойменные леса, живописные озера, пляжи, величественные сосновые боры придают окрестностям льгова неповторимую прелесть. Герб города. Щит пересеченный. В верхнем серебряном поле лазуревая перевязь вправо, обремененная тремя летящими куропатками натурального цвета. В нижнем пурпуровом поле стоящая птица драхва натурального цвета. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.